Да, доцелились. Вы же хотите войну на Кавказе развить. Я же говорю, там уже миллионный народ. Ладно, говорю, тут 15 населённых пунктов стёрли, а там что вы будете делать? Ответ был такой, да, ерунда там. Первый период ингушского восстания с 24 по 30 октября 1992 года и взятие власти ингушами в сёлах с их компактным проживанием в пригородном районе Владикавказа обошёлся без массовых убийств, поджогов и грабежей осетинского населения этих сёл. 31 октября 1992 года, после того, как стало известно о захватах и расстрелах заложников ингушей и о начале концентрации российских войск в аэропорту Беслан, имеющего статус международного, началось взятие заложников осетин. Это означало, что конфликт перестаёт носить локальный характер и его последствия предсказать невозможно. В Москве это понимали, но делали вид, что ситуация под контролем. И действительно, контроль был. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерству печати информации Российской Федерации, возглавляемой Михаилом Полтораниным, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, председатель Олег Попцов и Первый канал Останкина Егор Яковлев принять меры по недопущению средств массовой информации, телерадиовещания, любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооружённого конфликта. По сути дела, это означало введение жёсткой цензуры по всей территории Российской Федерации, что соответствует объявлению режима чрезвычайного положения. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. В то время Совет Безопасности вырабатывает собственную версию вооружённого столкновения. Звучала она на первый взгляд нелепо. Но дальнейшие события на Северном Кавказе покажут, что истинный замысел режиссёра открывается только лишь в конце захватывающего сюжета. На границу Чечни пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Здесь-то в Назране мы разберёмся. Назране-то это не беда. Главное вон там. Оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать от границы Чечни, потому что там и границ никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Серноводской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас и вбили клин ещё между ингушами и чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться. Ещё одного здесь в тылу дошли. Разбираться по границам. Передайте моё заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я всё-таки тоже тут не бесплатное предложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе, ингушетии? Или вы мне не доверяете? Тогда пусть приезжает тут Ельцин сам садиться и командует в Ингушетии. Говорил сегодня по телефону с Русским говорил. С ним говорили депутаты России, вот которые находятся. Ертушенко, Селиванов, все говорили. Ну кому кто ещё должен сказать? Вот мы тут ещё мейджеру попросим, чтобы нам Руцкому Ельцину подсказал. И всё, больше у нас выхода. Несмотря на то, что конфликт развивался между осетинской и ингушской сторонами, Совет Безопасности акцентирует внимание президента Ельцина на том, что истинная угроза исходит вовсе не от воюющих ингушей и осетин, а прежде всего со стороны руководства Чечни. Если же Совет Безопасности определил главным источником угрозы в регионе Чечню, так как та взяла курс на выход из Российской Федерации и стала создавать собственную армию, то тогда российские войска сразу надо было вводить в приграничную полосу между Чечнёй и Ингушетия, а не развязывать боевые действия в пригорном районе Владикавказа. За год до этих событий Грозный уже пытался войти в российскую армию. Вице-президент Александр Рудской требовал расправы над Дудаевым. Но безграничная власть Джохара Дудаева оказалась недостаточным прецедентом для вооружённой агрессии. Вскоре предлог всё-таки был найден. На одном из заседаний Совета Безопасности в 1992 году речь шла о Чечне, как о незаконно появившемся образовании на территории Российской Федерации. При этом Чечня обвинялась, заметьте, в ущемлении прав не русскоязычного населения, а ингушского народа. Именно поэтому решение вопроса с Чечнёй переносится в военную плоскость. Идея была реализована три года спустя. Органы правопорядка и истории рассудят, кто были те безответственные и бесчестные политики и здесь, в Ингушетии, и там, в Осетии, которые толкнули два народа к страшной кровавой трагедии и для того народа, и для другого народа. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся, а, по крайней мере, на пять дней раньше. А зачем же-то власть нужна, если она ничего не знает никогда? Егор, Егор! Егор! Вы знаете, вот самое легкое, это сейчас, используя вот эту тяжелейшую ситуацию кровь, ещё раз постараться раскачать ситуацию и толкнуть людей ещё раз друг против друга. Но это самая безответственная позиция, если я как не есть. В ноябре 92-го года на экстренном заседании Совета Министров Северной Осетии вице-премьер России Хижа официально озвучивает версию Совета Безопасности. Нет никакой другой угрозы, кроме той, что постоянно возникает со стороны Чечни, говорит он. Хижа подтверждает, что Ингушетия не представляет опасности для России и на конфликт в пригородном районе закрывают глаза. Конечная цель предстоящей операции – Чечня. Отсюда и создание столь мощной наступательной группировки российских войск, оснащённой установками град, танками, артиллерией и штурмовой авиацией, что совершенно несоразмерно с задачей разъединения Осетин-Ингушей в пригородном районе. КОНЕЦ 2 ноября 1992 года части российской армии совместно с незаконными вооружёнными формированиями Осетин начали военную операцию по уничтожению ингушских сёл в пригородном районе и депортации жителей. В завершение операции войска двинулись в Чечню, но были остановлены жителями чеченских сёл, ставшими на их пути. Джохар Дудаев официально заявил о нейтралитете. Его войска заняли оборону на территории Чечни. Итак, первый этап завершился. Как это ни странно, но каждая из сторон извлекла из него определённую выгоду. Обиженными остались только ингуши. Менее года потребовалось руководство Северной Осетии во главе с Галазовым, чтобы из рядов непримиримых противников президента Ельцина стать его союзниками. Эта странная на первый взгляд метаморфоза объяснялась тем, что именно на Северную Осетию с её развитым промышленным потенциалом руководство России сделало ставку. Осетия нужна России с её урановыми, серебряными рудниками, свинцовыми и вольфрамовыми месторождениями. России также нужна чеченская нефть. В свою очередь, Осетии также был выгоден альянс России тем, что механизм войны позволял бывшим коммунистическим структурам удержаться у власти. Он позволял расправляться с недовольными национальной политикой руководства республики и сохранял целостность территории. Противостояние было выгодно и российскому руководству, сделавшему из вчерашних оппонентов союзников, подкрепив этот союз штыками армии в надежде одержать военную победу над Чечнёй. И, наконец, это оказалось выгодно Джохару Дудайу, сумевшему на волне национализма укрепить свои пошатнувшиеся позиции. Субтитры создавал DimaTorzok